И все, привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Я не знаю, когда выйдет данный замечательный и интересный видеоролик, но этот видеоролик полноценно посвящен тому событию, которое у нас произошло на стриме в воскресенье 26 апреля. Именно за этот замечательный, интереснейший стрим я сумел набить больше 100 тысяч опыта. Я поднял два звания, если я не поленюсь, то я сделаю вставочки, как я там получал звание, как я покупал новое устройство, которое вы видите уже на данный период времени у меня в гараже на тройной шафт. И это был довольно потный стрим, я сделал акцент на данный интересный аккаунт неспроста. Я неспроста решил набивать на нем звание, именно звание, а не челлендж. Мне челлендж по сути по боку и вообще не интересен был на данном аккаунте. Ну ладно, бог с ним, там я набил 750 звезд, хорошо там поформил дополнительно какие-то кристаллы, контейнеры. Не суть важно, но делал акцент исключительно на данное интересное устройство, которое называется режим серийного огня. И все это было связано с тем, что в последнем видеоблоге у нас сказали, что совсем скоро все устройства на пушке будут у нас исключительно падать в контейнерах. Их нельзя будет купить. Я подсуетился, сумел набил, потому что мне это единственное устройство, которое на данный период времени было нужно на данном аккаунте, потому что здесь полноценно аккаунт посвящен шафту, поэтому сегодня сыграем каточку, поговорим немножечко еще больше о том самом стриме, как у меня все вообще протекало, насколько много мне времени потребовалось, дабы все это дело набить. И отвечу на пару-тройку вопросов, которые я уверен будут у вас, как можно было набить 100к опыта за один, грубо говоря, стрим, который, ну по сути даже я и не весь стрим там играл на этом аккаунте, еще и сумел там на основке покатать и там дуэльки чуть покатать. Если вам нравится, единственное, что я хотел бы сказать, единственный момент, если вам нравятся видеоролики на данном интересном аккаунте, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком и как только я увижу большую активность, там может 100 лайков, 150 лайков наберется на данном видосе, я пойму, что вам интересна судьба данного аккаунта, я сразу же буду записывать новый видос. Что касаемо прокачки, я думаю, что многим интересно и немногие знают, что у меня здесь вообще происходит. Качается 19-й шаг уже шафта, ой, харька и шафта качается в 18-й шаг, то есть совсем скоро на данном аккаунте будет полноценный хорната шафт М4 или хорната шафт МК8, как вам удобнее. Ну и в конце видоса, я думаю, что еще тут контейнер немножко откроем. В общем и целом, что у нас по заданкам? Командный бой и захват флага. Окей, давайте еще и заданки сегодня тогда выполним. Я никогда в жизни не играл на данном устройстве, вчера лишь сыграл одну катку после того, как купил его, мне было интересно вообще посмотреть на данное интересное устройство. Я вам скажу, что оно того стоит, оно реально имбовое и для шафта, для матчмейкинга это самое удобное устройство, на котором можно играть. Что касаемо планов, у меня на данный период времени на этом аккаунте это исключительно выполнять заданки. Возможно, я выполню еще супер миссии, которые будут у нас на майские праздники, которые появятся на момент записи видеоролика где-то через 2-3 дня. Да, друзья? Ну и я максимально попытаюсь засейвить данное звание на этом аккаунте. Мне, честно говоря, хочется, чтобы звание на этом аккаунте не росло. Сейчас я буду максимально пытаться выкачивать все вооружение по максимуму. Безусловно, я не доначу, я не кидаю сюда ни с каких турниров кристаллы. Делаю все исключительно, ну, по справедливости, можно так сказать. Все, что я сам набью, на это я как бы и покупаю и трачу, докачиваю сейчас уже Хорнато Шапп до М4. И уже приступаю к покупке резистов, к покупке защитника и к прокачке всего этого замечательного дела. Понятное дело, что резисты, если бы я до этого купил бы и начал бы ими заниматься и прокачивать, сейчас бы мог бы иметь уже полноценные МК7, то есть резисты. Но на данный период времени у меня уже теперь такой возможности не будет, поэтому мне придется иметь резисты там по 25, если я не ошибаюсь, или 30%. Ну и там уже их полноценно раскачивать, играть на них, потому что сейчас у меня по сути резистов вообще нет на данном аккаунте. У меня есть резист от Приза, есть резист от Шаппа, это с комплектов, которые я покупал. И все, больше у меня ничего в этом плане по резистам на этом аккаунте не имеется. Что касаемо данного устройства теперь, друзья. Я очень сильно хотел его набить, и не только потому, что скоро устройства будут закрыты и будут только выпадать с контейнеров, ну и конечно же там за донат, но и также я хотел его получить, потому что я считал, что оно реально крутое, и с ним мне уже будет удобно играть в любых матчмейкинговых битвах, а не только в Джиггернауте, в котором я последнее время проводил очень большое количество времени. Ну и также немножко скажу по поводу вчерашнего стрима, это то, что я набил больше 100 тысяч опыта, конечно же в режиме Джиггернаута, у меня была премочка, я себе смог позволить купить премку на один день, да, задонатить там 50 рублей, ну ладно, бог с ними, с этими 50 рублями, и получал с каждой катки, грубо говоря, где-то около 1000 опыта, именно опыта, не очков. Соответственно за час у меня получалось набивать около 10, 10 мать его, 1000 опыта, я выполнил где-то около, ну за примерно где-то 10 часов без перерыва я сумел набить 2 звания на этом аккаунте, 2 звания, кто-то на стриме днем ранее говорил о том, что это невозможно, ты не сможешь, но я как бы даже, ну можно сказать, меня немножечко так забайтили, но по сути мне даже байт этот был не нужен, я сначала стрима подумал о том, что я максимально смогу приблизиться к этому полковнику, и там может быть добить, но когда увидел как это все дело идет, как увидел как мне один нагибаторский молодой человек, которого зовут Глебыч, я думаю, что он смотрит данный видеоролик, помог, огромное тебе спасибо, дружане, мы сумели с ним набить, полноценно вместе сыграли большое количество боев, очень большое количество боев было закончено досрочно, как вы видите, я набил 700 звезд, у меня было 40 звезд, то есть почти 700 звезд я набил за эти 10 часов, а это как-никак по 70 звезд за час, то есть вы понимаете, 70 звезд за час, это сколько досрочек у нас было, и насколько дико жестко мы старались, фармили и нагибали, то есть по сути, если бы я имел бы цель набить как можно быстрее звезды, да, то есть и при этом там записать видос, что там самое быстрое набитие 1000 звезд и прохождение челленджа, то по сути мне бы потребовалось еще бы там, грубо говоря, 4 с половиной часа, то есть я бы прошел бы челлендж грубо там за 15 часов, за 15 часов я мог пройти этот челлендж, но понятное дело, что у меня не было цели набить челлендж, у меня была цель набить звание и получить соответственно данное интересное устройство, ну и также, друзья, я сумел набить за стрим, кому интересно, около 200 тысяч кристаллов, я считаю, что это очень много и это очень достойно, понятное дело, что есть сейчас у нас и икс в игре, есть и за изоляцию дополнительные там кэфы плюс премиум аккаунт мне давал, икс 2, ну и соответственно в кристаллике фармились с опытом просто нереальнейший круто. Что касаемо матчмейкинга, я тут ну на фоне как бы видите эту катку сыграл, вторую катку мы сыграем чисто игровую, да, неразговорную, вы видите, что я, ну вот, 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 вот так, да, вот так, вот, спокойнейшим образом набил 350 опыта, и это ДМК, друзья, ну ТДМК вернее, да, то есть командный бой, здесь только киллы, сейчас мы зайдем на цепешечку, я там надеюсь, что у нас пойдет еще намного жестче, но что касаемо урона вы сами видите, но это ГГ, это просто ГГ, на этих званиях, это устройство с такой прокачкой, это просто до свидания, еще и на харьке, к с овердрайвам, оно разваливает все, что двигается, я думаю, что мы еще позаписываем определенно видосы с данным устройством, попробуем вообще, может быть, какие-нибудь рекорды без джиггернаутов тоже понабивать, если у нас будет время, если будет возможность, если вам будет, это, конечно же, все дело интересным, поэтому ваша активность решает в этом плане очень многое, поддерживайте обязательно, да, если вам нравится, если вам заходит, ну а катку мы заканчиваем 380 очков, сколько я набил, блин, чуть-чуть не добил, полтора кассика, давайте просто зайдем, сейчас полторы тысячи для заданки, ага, понял, крит, сейчас обновимся, набьем для заданки эти полторы тысячи, это два выстрела мне надо выйти, немножко я не успел два выстрела выдать, и тогда уже зайдем на захват флага, вроде как в захвате флага, да, у меня заданка имеется, на захват флага мы полноценно тогда зайдем, с этой катки мы выйдем, сейчас просто 2 килла быстрых дам, буквально, наверное, там за секунд 10, я надеюсь, что много мне времени не потребуется, ну и попробуем сыграть уже полноценный игровой видеоролик на данном интересном, замечательном аккаунте, единственный момент, который я для себя не знаю, может быть, все же стоит здесь потратиться и купить боевой пропуск на данный интересный аккаунт, чтобы получить дополнительные призы, получить дополнительные кристаллы, я вот в этом плане немножечко-немножечко не определился, так, все, я добил, поэтому, что вы вообще думаете по этому поводу, можете тоже написать в комментариях, надеюсь, что когда этот видеоролик выйдет, у нас еще данный челлендж интересный не закончится, хотя может быть, что видос выйдет тогда, когда уже все закончится, не знаю, честно говоря, ну, давайте пикаемся в захват флага и теперь уже надеемся сыграть максимально грамотно, четко, на опыт, ну, я думаю, что даже, ну, типа, многие скажут, что, да, у тебя такое вооружение, да еще ты так играешь на таких званиях, это же изикатка для тебя и все такое, но все же вы понимаете, что это шафт, да, это не какой-нибудь там вулканчик, да, ни какой-нибудь там, ни какая там жига, да, это все же пушка, ну, не самая, не самая простая, да, вы можете там сказать то, что все же ты играешь сейчас уже на более удобном для себя устройстве, я с вами, безусловно, соглашусь, но все же попотеть придется, потому что я максимально не привык ни к устройству, ни к игре на шафте, я нигде на нем не играю, поэтому я немножечко в этом плане хотя бы поотмазываться могу и сказать, что я не полноценный нагибатор-шафтовод, но играем исключительно на победку, исключительно на первое место и смотрим, что у нас вообще в этом плане получится, уже первый флажочек здесь ставим, тиммейт, кстати, тоже страховал, и это для таких званий даже как-то очень престижно и красиво, хорошо, что он меня постраховал. Так, первая доставка есть, пару киллов я дал, противник попытается сейчас увести флажочек, ага, просто быстро в туннельчик, ладно, я буду скорее всего первым, если я сделаю немножко более грамотную траекторию, там еще наш тиммейт упал, да, вроде по траектории такой, я должен быть первым на флаге, объехать, зараза драная, не хочет мне давать объехать, а, там господи, да только сзади меня появляется, мне сейчас по ней как раз таки этот урон самый и не нанесу, с подрывничком играет, молодец, набил себе данный интересный дрончик, но явно он у него особо не прокачан, я ставлю уже второй флажочек, хорошо все у нас проходит, там еще и минка моя работает, к слову, возможно сумею выполнить еще одну миссию, где надо минами убить 30 танков, получу дополнительно ультра контейнеры и будет очень даже круто, если сумею выполнить в ближайшее время данную интересную заданочку, но мне на это время надо конечно немножко побольше потратить в матчмейкинговых боях, но все же я думаю, что ее выполнить можно будет. Так, 2-0 мы ведем, я попытаюсь сейчас увести наверное еще один флажочек, сейчас если ДА-шку успею прожать с аптечкой, я не там успел, неполную конечно хп-шку здесь себе отрегенил, мой тиммейт попытается у меня забрать флажочек, пусть берет, мне не жалко, главное чтобы он его поставил, я могу и противника здесь немножко покошмарить, пореспить, если я сейчас эту изъеду солью, ах, чуть-чуть не успел, но урона нанес довольно таки неплохо, 300 опыта у меня, у второго моего тиммейта всего лишь 100, хорошо идем, мне нравится, ДА-шку я конечно у него здесь не заберу, но урона нанесу и добить, 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 теперь добить, хорошо, добил, до быв по 700 урона дает с шафта, если еще здесь был бы бустер, тот самый старый интересный бустер, ух, сколько можно было бы урона наносить, нет, друзья, ну ладно, это я уже немножечко замечтался, бустера конечно я на данном аккаунте покупать не собираюсь, но флажочек такой вот интересный, по респу увести можно, тиммейт как раз мой, АК какой-то 47, нагибаторский, сейчас может здесь доставить, и тогда мы уже поведем с счетом 3-0, надо только немножко подстраховать нашу базу, покидать здесь урон, 2 флорага я себе здесь забрал, тиммейт, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, нет, я не успею, к сожалению я не успев, А мог помочь своему тиммейту И тогда было бы все очень даже круто Что касаемо шафта Сыграв вот уже полноценно третий бой То есть вчера на стреме я сыграл один боечек И сейчас уже вот играю получается Второй бой То есть в сумме три боя я сыграл Мне очень безумно нравится это устройство Для матчмейкинга оно просто шикарнейшее И сейчас на этой самой пушке Играть в разы просто в разы комфортнее Мне очень это все дело нравится И теперь я думаю что даже на стримах Мы будем получать максимальное удовольствие Играя матчмейкинговые бои Выполняя заданки Безусловно да Поэтому не забывайте про стримы 22 часа по московскому времени Ну бывает там плюс-минус полчасика Залетайте, подходите Буду вас обязательно ждать Будете так же можете со мной вместе Тоже катать, раскатывать Нагибать Ей-е-е, жигать, нифига сколько урона нанесла Что как-то даже многовато Я бы сказал, ну ладно Флажочек хотя бы до центра я здесь довез Но похоже ни одного тиммейта там нету моего Который бы мог бы мне помочь подстраховать Либо доставить данный флаг Так, дроповая ДДшка Которая мне в данный период времени Даже очень кстати Флажочек там наш уходит И у вас повод наш тоже увозит 85% овердрайва Можно попытаться вернуть флаг Даже без прожатого овера Боже, как можно там было зацепиться Если честно, я не понял Ладно, ой-ой-ой, мина, мина, мина Ладно, все равно урона хватает Со страху я еще на один выстрел больше давал Но эти мейты ставить будут Надеюсь, что будет Еще одного типа забираю Еще бы кто-нибудь бы появился на радаре Ладно, опять не поставили Ребята до сих пор два флага мы все лишь поставили в этом бою А вот тут можно прострелить Ох, ты ж бог, ты ж мой Отлично, великолепно Замечательно сейчас у меня получилось Диктатор видит, куда я еду А я вот сейчас по обманочке Сменю траекторию Он думает, что я буду прыгать А я просто поеду через Тентрик Дабы, ой-ой-ой-ой-ой Дополнительный урон здесь не получать Но тиммейт будет страховать Еще и у вас поэзида там Угналась за мной Но все же я свой флажочек здесь поставил Одна минута остается до конца Но хотя бы еще один флаг бы Если бы я бы увез Был бы, наверное, круто-замечательно Давайте попытаемся все-таки заехать Сейчас на вражескую базу И там уже попытаться дернуть Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Блин, все равно меня забрало Хотя, казалось бы, от подъема Меня не должно здесь было забирать Мне так почему-то казалось Но забрало Ладно Хорошо, тиммейт прыгает вниз Падает он в ямку Вернут флаг Интересно, вернут Все А, да, и Дикогром Ехал на возврат И меня еще заметил, ничего себе Дикогром, какой опасный, жесткий Еще и сумел, блин Не только поехать флаг убернуть Но еще и посмотреть, где я там нахожусь То, что по мне надо тоже выстрелить Треть секунд до конца Дико рельса, хп мало Похоже, это был мой последний заход на вражескую базу Если сейчас мой тиммейк, конечно, не дернет флажочек На центр Тогда бы я его подстраховал Может быть, по-моему, вместе с ним Был везли этот флаг, 20 секунд до конца Флажочек, а, все, вернули флаг, ладно, хорошо Разворачиваемся По диктатору, можно было немножко, конечно, здесь урона еще покидать Но, в общем и целом, друзья, что мы имеем Мы имеем, блин, можно было Не забрать этого типа Я его не забрал Мы имеем Мы имеем, друзья, 600 опыта 600 опыта, 1000 кристаллов без премки Очень прикольно, очень достойно И теперь Теперь полноценно Я могу сказать То, что этот хорешафт Будет доминировать Унижать на этих званиях Просто максимально Всех и все Что он будет видеть Это то самое устройство К чему я так долго шел И теперь Я честно Очень сильно хотел бы Чтобы данное звание на этом аккаунте Набиралось как можно медленнее Но что-то мне подсказывает На полковнике я здесь не остановлюсь И звание будет расти Так же быстро, как оно росло Возможно, будет какой-нибудь новый опять У нас маршалочек Но надеюсь все же Что пока что На данный период времени Звание у нас на этом акке Будет немножко сейвиться Ну а мы пока откроем Наверное контейнеры Опять контейнеров у меня здесь накопилось Первый Ремка Кристаллы Кристаллы? Не, ну кристаллы это хорошо Кристаллы я никогда не говорю Что кристаллы это плохо Еще кристаллы Ну и даже если еще кристаллы будут Нет, ну все же ускорение Это, конечно же, неплохо Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился Если вам понравился Если вы поддерживаете данную рубрику Как я уже сказал, это, наверное, в третий раз Обязательно Прожимайте лайк Обязательно подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик И ничего вы никогда Не будете у нас пропускать С вами был мистер Ванька Всем удачи И всем Пока, друзья